источники вдохновения ну я попал в такую компанию творческих людей мне немножко здесь неловко потому что у меня не рисовать и и не танцевал я в молодости break dance но сейчас это для меня сложно особенно нижние поэтому я не могу рассказать вам об источниках вдохновения которые рождают шедевр я много думал что ж теперь жить без вдохновения ну это безумно скучно это кто-то в этом находит удовольствие да мазохисты которые себе там цель придумали чтобы это не стало реализовать я посмотрел на свою жизнь и понял что да я вообще все делаю с вдохновением без вдохновения просто меня долго не выйдет я не могу вспомнить моментов кроме экстренных когда надо что-то спасать что-то делать но это все делается на уровне рефлексов то есть не может не быть или быть вдохновение а все остальное оно необходимо просто вдохновение никакие источники так очень просто их их полно подумайте сами вот вот самая наверное первая мы всегда это то что вдох и уже жить хочется после выдоха уже не так хорошо новый вдох опять а подул ветер принес запах ну вы все понимаете о чем я говорю да вы сразу чувствуете какое-то воспоминание какое-то какой-то порыв какое-то чувство у вас появляется то есть море ветер там природа вокруг это первый источник вдохновения мы живем в мире людей если бы в лесу нам этого было бы достаточно первого источника здесь мы еще что-то делаем в обществе и нам нужны примеры людей примеры каких-то их великих свершений которые нам помогают тоже взыграть вот эти наши чувства вот это наше желание сделать так же а может лучше ну победить мир я с этим абсолютно согласен что это не только удел творческих людей все люди хотят быть хозяевами мира желание узнать тайну порождает не меньше вдохновения чем любой другой источник я это узнал вдохновившего меня ричарда фейнмана рекомендую посмотреть его интервью лекция очень интересно и очень вдохновляет физик я лишь писать авто ну и собственно само вдохновение то есть мы здесь много обсуждали о терминологии и ну я свою лепту тоже пытаюсь внести то есть на мой взгляд это прежде всего какой-то какая-то потенция какая-то потенциал какая-то энергия свет электричество любую можете придумать образ которая наполняет пробуждает ваше чувство и желание то есть желание без импульса не может возник нужен импульс хоть как он физически духовный сознательный несознательные тогда и тут же происходит удораживание взыгрывается воображение которая собственно дальше рождает нечто что может превратиться шедевр то есть если это творческая личность если это мастер своего дела это может превратиться в научное открытие и это может превратиться просто что то что вы сейчас сделаете и я не вижу разницы да вот нет необходимости вдохновения для шедевра и необходимости вдохновения для того что я буду завтра делать или покупая красную рубашку или вообще все что я делаю как изначально порождается вот этим импульс и вот меня гораздо больше волнует я свою свое выступление собственно так и назвал это не источники их полно не проблемы с вдохновением а куда она уходит почему мы выходим хмурые утром почему мы делаем какую-то работу понимая что ее надо делать и никакого удовольствия почему мы не до конца чувствуем себя счастливым вот ответ я нашел такой ну картинку к сожалению только на английском красивая которая мне понравилась на русском почему-то все были с цветочками то есть я убежден и вот собственно моя концепция мое понимание мая терминология до сводится к тому что вдохновение это то что порождает мечту а вот мечта на самом деле то что у нас у всех есть то что у нас хотя бы одна хотя бы одна маленькая да хотя бы там простая или большая заветная не победить мир но у всех есть мечты и мечты если вы посмотрите они являются вот следующим продолжение следующем вот 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 этой трансформации вдохновения ну и у меня опять пропало вдохновение как только я набрал поиск очень рекомендую я буквально сегодня утром нашел автор статьи вот название теория мечты интереснейшая статья поэтому я не буду развивать теорию мечты отсылаю лучше меня намного писал но тем не менее моя теория мечта то есть я ее больше почитаю рисовать формате аллегории то есть вот именно нарисовать я не художник по этому слайде не нарисовал я попробую вот так то есть если пришло вдохновение если она свалилась если появилась эта энергия она должна родить жизнь какую-то пусть это будет вот то что я называю мечтой и аллегория здесь это как будто я сажаю зерно землю я начинаю взращивать свой сад то есть это зерно дальше то есть моя мечта начинает расти я ухаживаю за этой мечтой я убежден что мечтать одну мечту очень вредно потому что когда ее невозможно реализовать у вас опять будет бесплодное вдохновение надо надо делать сад да растить этот сад и сад дальше произрастает он начинает цвести и вот цветы и плоды этого сада я взял термин свой не придумал у тимура агабина у него есть такая интересная штучка книга достигаторов вот и там есть такой термин хотелка то есть это да сублимированная мечта но она ничего при этом не проигрывает потому что она да дальше от заветной и красивой но ближе к реальности то есть плод созревает хотелка вырастает и и она уже скоро может стать реальностью то есть то что вы можете съесть или угостить другого короче апельсин я просто приведу свои примеры то есть вот я только когда мне предложили этот доклад сделать я как раз начал систематизировать усиленно свою эту теорию до этого она была в голове и моя ноутбук в основном виде хотелок огромных количеств и вот мечта пока без номера сноуборд приключения и конкретно хотелка покатать на нескольких горках за одну поездку вдохновил меня на это наш дизайнер тогда работал в максофте который вот такую шутку нарисовал а чтобы нам из красноярска там салонгавши не что-то мы там переписывали все он такой шутливый но мне запал то есть то есть это мечта которая уже росла в моем саду и вот эта вот информация она удобрила эту мечту вылезли цветочки я начал думать я начал искать но не постоянно я просто прихожу в сад и мечта моя уже в виде хотела уже созрела и это уже отчет спустя буквально год меня вдруг шандарахнуло что у меня есть время есть машина есть желание есть мечта короче хотелка созрела и я ее реализовал то есть я поехал сначала на гладенькую а потом вернулся на гиргарки потом поездом шередеж доехал вернулся еще раз на гладенькую в общем все было здорово и всем понравилось что видели этот отчет а мне уж тем более еще один пример превращение мечты в хотел я вспомнил эту мечту перед докладом я даже не думал она где-то подсознательно у меня было потому что далекая детская мечта я в детстве мечтал стать моряком и главным вдохновителем был мой отец который меня маленьким научил плавать потом привел меня в секцию подводного плавания и там я познакомился с этой моноласты нырянием все такое был чемпионом края среди младших юношек и в прошлом году совершенно неожиданно создались условия я нашел здесь поставить можно купить эту ласту эту ссылочку я не могу показать но эта ссылочка на мою базу данных огромная база данных хотелок я ее введу в продукте Microsoft OneNote там сбор информации со всего интернета ну все что можно стянуть на компьютер мои фотографии и так далее и так далее сгруппированы вот в образе хотелок то есть есть мечта какой-то вот эта линия да и вокруг нее накапливается хотел и когда возникает условия созревания то есть очень быстро она реализуется это так здорово когда хлоп ну короче я пакую очередная мечта в 2000 году я нашел в интернете вот такое вот устройство у меня действительно есть мечта летать я собираю хотелки по самолетам я мечтаю создать свою авиакомпанию маленькую может создам но промежуточная хотелка из этой мечты выросла вот желание прыгать особенно когда я увидел вот это устройство и как на нем прыгают и в 2007 по моему мечта сбылась потому что подвернулись таймичи которые растаможили два контейнера этих джамперов я один контейнер привязка смешка это андрей буллет я не могу так прыгать и не смог хотя это мечта вы знаете когда я вот я его спонсировал я ему эти джамперы дал я им занимался толкал его промоутил у меня такое ощущение что я сам что еще раз доказывает что не зря вот этот саппо сделала не зря этими мечтами заниматься даже если опосредованно твои плоды дают какой-то результат это кайф это здорово у меня есть огромная мечта теория потребления элвена тофлера там это отдельная презентация ну и в рамках нее вот я мечтал набрать себе набор инструментов на них аккумуляторах куча инструментов я сейчас такой не так нравится любой операции могу сделать сам там все это очень удобно очень хвастаюсь в интернете все все начинают то же самое для себя реализовываю ну еще один маленький пример обыкновенная хотелка еще один плод еще на ступеньках своей большой мечте большая мечта построить дом на самом деле это инструмент куда ходит вдохновение вот один из аккумулятора просто на тему вот мечты это как будто аккумулятор вдохновения то есть она аккумулирует и дальше можно многократно это использовать то есть нету вверх ну дыханию привык внешние источники но не я могу не потребляю вообще а а делать что-то хочется да и вот я беру и просто смотрю свои мечты или даже листаю хотелки которые ассоциируются у нас с той или иной мечты я снова зажигаюсь я снова звоню кому-то или иду в интернет или вот тут очень важно не увлекаться очень вредно мечтать в интернете полезно помечтать и выходить оттуда и снова что-то делать в реальном саду да у меня мечта такая есть вот и у меня мечта точнее не мечта хотелка это похудеть непосредственно там потение в тренажерном зале греть воздух там и так далее мне обидно просто а вот создать систему тренажеров вот это упражнение очень хорошо тренирует мышцы спины вот потому что болит я очень понял хорошо что это тренирует на свежем воздухе кедр обалденно пахнет супер просто но и это вот очередная большая мечта точнее не очередная очень давняя 7 лет строю эту баню она огромная я начинал у меня есть мечта я хотел как раз начать с бани и супруга смотрела вот пять лет на строился этот срок стоял уже все парятся уже соседи парятся ты уже две бани друзьям построил там и так далее когда мы будем париться так стоп или я реализую свою мечту и ты мне не мешаешь или я щас тебе дам деньги мы будем готовы сам не поставлю вот здесь рядом вроде бы согласилась в итоге мечта очень огромная получилась очень большая баня я уже передумал делать ее баню потому что концепция поменялась это будет дом а баня рядом с ним стоит но маленькую тоже не получилось мечта просто такая большая и хотелки соответствующие а это моя любимая хотелка вот это строительство это обрезки от той бани это саман глина песок солома это камень здесь практически нет цемента только глина цена там еще внизу и деревянная крыша ну за уралом такого нет точно это уже неприятно просто а вообще я думал о том что мусор убрал кучу мусора глину из получился красивый забор я мечтаю вот весь дом свой есть все что я строю как начинающий надеюсь и продолжающий к строитель вот это а я хочу подытожить словами вольтера кто-нибудь читал как кандиты оптимизм это такая абсурдная сатирическая такая саркастическая повесть но в то же время очень философская и кандиты ищет счастья ищет счастливых людей и не находит их ни среди оптимистов как его учитель панглос которому что так и не делали он все равно говорил этот лучше ну там жгли его вешали это все нормально это все лучше там были пессимисты а в итоге все равно сужить скучно да и вот они встретили деревиша который бросил эту фразу и она осенила кандидата что как бы все хорошо о чем тут рассуждать надо идти возделывать свой сар то есть это лучше всего если ремесленник какое бы ни было его ремесло делать шедевры или строить забор из лет или еще что то если он любит свой сад и идет его возделать в моем понимании сад это вот мечты которые я посадил вдохновение которое помогает мне его выращивать это может быть полив солнце ну любая энергия и плоды которые я жду очень и слава богу они потихонечку появляются спасибо и маленькая ремарка у меня была мечта выступить на тэнде